Приди в бикини, получи путевку в Арабские Эмираты. Такое объявление увидела жительница Чулябинска. Условия конкурса девушка выполнила и стала победительницей. Но теперь вместо отдыха на пляже пишет заявление в антимонопольный комитет и прокуратуру. Почему, расскажет Юлия Савосина. Приходите, будет разыграна путевка в Эмираты. Путевка в Эмираты Валентине показалась заманчивым предложением. И девушка решила поучаствовать в конкурсе. Объявил его новый косметический магазин. От участниц требовалось появиться на открытии в бикини. Таких же смелых, как Валентина, набралось семь человек. Мы заполнили анкеты, нам присвоили номера и потом из баночки вытаскивали номер. Вытащили мой номер. Факт подтверждения, что я являюсь победителем, он существует. Во-первых, это было на открытии магазина, много людей. Есть фотографии, они есть в социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте. Однако отдохнуть в Эмиратах у Валентины не получилось. И теперь Челябинска обвиняет организаторов в обмане. Уверяет, полную информацию о поездке ей так никто и не дал. На вопросы отвечали неохотно, тянулись покупкой путевки. В итоге Валентина решила отказаться от путешествия и забрать свой выигрыш деньгами. Однако сделать это у нее тоже не получилось. Из офиса компании, по словам Валентины, ее выгнали и больше на связь не выходили. В головной офис магазина отправляемся и мы, вместе с героиней. Хотим узнать, сможет ли девушка забрать свой подарок. Или конкурс оказался лишь пиаром. Однако на месте получить комментарий от компании нам не удается. То есть нужно все делать через официальный запрос, чтобы никаких проблем не было. Потому что кому нужны суды? И вам, и вам. Редакция «Времени новостей» отправляет официальный запрос. Спустя несколько часов дирекция магазина на него отвечает. Валентина была уведомлена о возможности получения подарка в связи с выполнением всех условий наилучшим, по мнению жюри, образом. Однако мы не получили от Валентина окончательного ответа. Сертификат на путевку в ОАЭ ожидает Валентину в течение двух недель с предъявлением паспорта. Однако Валентина по-прежнему уверена. Ее пытаются обмануть. Ведь конкурс прошел еще 20 июля, почти пять недель назад. Так что вручить приз у организаторов время было. Обратилась Валентина и в антимонопольную службу. Просит проверить, соблюдены ли организаторами правила проведения конкурсов. Закон действительно предъявляет определенные требования к рекламе стимулирующих мероприятий. В законе указано, что если размещается такая рекламная информация, в ней в обязательном порядке должны содержаться сведения о сроках проведения такого мероприятия, месте, способы получения призов, количество выигрышей и информация об организаторе мероприятия. Если антимонопольная служба найдет нарушение, магазину грозят штрафы. Сумма может составить от 100 тысяч рублей до полумиллиона. Сейчас Валентина ждет официального решения по проверке от антимонопольной службы. После, возможно, подаст заявление в прокуратуру на магазин. Юлия Савосина, Евгений Чекаров, ОТВ.